Так, по мнению молодых архитекторов, должен выглядеть кинотеатр-современник после реставрации. Необычная форма здания, похожего на космический корабль, сразу привлечет внимание. Удобная площадка на Шереметьевском проспекте, сквер, просторные залы. Тогда толпа хлынет в современник 21 века. Но это мечты студентов архитектурного вуза. На самом деле, некогда самый большой кинотеатр областного центра закрыт с 2010 года. Двери заколочены, а внутри пустота. Проверка была после событий в Перми, в храме Лошади. Проверяли в связи с тем, что этот объект влиялся с массовым скоплением людей. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, в связи с чем прокуратурой района было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела были направлены в Октябрьский районный суд, после чего районным судом было вынесено решение о приостановлении эксплуатации данного здания. Прокуратура и Госпожнадзор нашли десятки нарушений. Не было сигнализации, деревянные реки в холле пожароопасны, системы эвакуации не соответствуют требованиям. Уже три года администрация, собственник здания, ищет арендатора, который проведет капремонт. Аукционы проводились только в этом году трижды. Претендентов то нет, то они не удовлетворяют требованиям. У нас в прошлом году аукцион состоялся, и даже был заключен договор, но заключенный договор был не с той организацией, которая подала заявку, а совершенно с другой. И через месяц договор был расторгнут, потому что человек, по всей видимости, понял, что, наверное, все-таки недостаточно у него средств для того, чтобы здание восстановить. Последним из магикан называет себя сотрудник кинотеатра Кирилл. Он помнит, как здесь ослепительно горели люстры, и народ толпился в холле. Золотое время современника давно позади. Здание постепенно разрушается. Построили, считай, никаких там ремонтов не делали, ничего, не косметичного, конечно. То есть, конечно, все это стареет, все это устаревает. Кинотеатр «Современник» открыл двери в 1975 году. Тогда зал на 802 места казался гигантским. Да и сейчас в помещениях чувствуется размах. Архитектор не жалел пространства. В нынешнее время о современнике говорят. Нерациональное использование места. Зал всего один. Слишком много подсобных помещений и холов. Много воздуха. Инвестору для реконструкции и создания трех залов потребуется 20 миллионов рублей. Еще 25 миллионов уйдет на покупку дорогостоящего оборудования «Аймакс». Сейчас в месяц администрация МУПа тратит на содержание здания порядка 200 тысяч. Пока у администрации города позиция такая, что сохранить социальную направленность объекта. И хотим, чтобы там был кинотеатр. Поскольку это был самый большой, самый современный в свое время кинотеатр. Хотелось бы сохранить назначение. Людмила Артемьева 46 лет отдала кинофикации и 11 лет современнику. Там она знает каждый уголок. Больше всех женщина заинтересована в том, чтобы здания не перепрофилировали. После нее, рассказывает Людмила Александровна, отстаивать кинотеатр стало некому. Она мечтает, чтобы современник стал местом культурного развития. Школы, первая, четвертая, сколько там, 12 школ. Школам-то никогда не хватало места, чтобы посмотреть Толстой, Достоевский, Пушкин, Некрасов. Сколько по литературной программе, по истории и по литературе, по географии мы показывали сеансы на 800-600 человек. И не хватало школьникам никогда места. Сейчас некуда не отвезти, не показать кино, не отечественное, родное, не сформировать душу человека. Вопрос современника пока завис в воздухе. В администрации с подачи главы города принято решение начать поиск арендатора и прорабатывать для него условия. Будет ли современник местом духовного просвещения или обрушится окончательно, покажет время. Пока ясно, чем дольше нет инвестора, тем больше денег придется вкладывать.